Здравствуйте, это программа Знаем Русский. Про то, что такое шифоньер, уже многие позабыли. Слово это употребляется все реже и реже, но проблемы с его написанием никуда не делись. Кто-то пишет шифоньер, кто-то шифоньер. Сомневаются люди в наличии мягкого знака в слове. Разобраться в том, что же лежит в шифонере, нам помогут ребята из девятой школы. Это шкаф, где хранят посуду и множество вещей. Там можно хранить хрупкие предметы. А из чего он сделан? Ну, из дерева. Если бы у тебя был шифоньер, что бы ты там хранила? Вазы, посуду. Картины, возможно. Ты у бабушки в гостях бываешь? У бабушки в гостях наверняка есть шифоньер. Вот как бы ты его себе представила? Что это такое? Я знаю, что это шифоньер, но не помню, что это. Ну, расскажи нам, на что он похож? Он похож на... Я так помню, что это типа стекла такого пластмассового, нет? Нет. В шифоньер что-то складывают. Как ты думаешь, что туда складывают? Это шкаф, да? Ребятам надо чаще бывать в гостях у бабушки. Спросим у взрослых, какие же сложности могут возникнуть при написании слова шифоньер. В слове шифоньер есть мягкий знак или нет? Конечно. Обязательно. А после какой буквы? Сле Н. Слово шифоньер пишется с О или с А? Ши-фо-ниер. О. Слово шифоньер с мягким знаком пишется или без? Слово шифоньер пишется через О или через А? Шифоньер пишется через О или через А? Ши-фо-ниер. А вы как считаете? Да. Мы же из Великого Василия. Шифоньер. А мягкий знак есть в этом слове? Ши-фо-ни-хер, я так думаю. Есть. Слово шифоньер пишется с буквой О после Ф и с мягким знаком после Н. Наш эксперт Антонита Смолина расскажет подробнее. Слово шифоньер было заимствовано в советскую эпоху из французского языка, где шифоньер – производное слово от шифон, что значит тряпка, лоскут. Шифоньер буквально значит шкаф для тряпок. В досоветское время шифоньер называли шкапом. Но это название шкафа безнадежно устарело, и сегодня мы шифоньер называем либо шифоньером, либо шкафом. Шифоньера можно сравнить нашу память. Она полна воспоминаний, которыми мы дорожим, и теми, что давно пора выкинуть. Но будьте внимательнее, не забывайте, как говорить правильно. Это была программа «Знаем русский» и я Максим Тетов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...